Всем привет! Этот выпуск посвящен продвинутому использованию Require. И начнем мы с динамического Require. Например, у нас есть здесь приложение, и оно хочет подключить модул логин не сразу, а только по необходимости. То есть, когда посетитель нажмет на кнопочку Login Button, тогда должен подгрузиться модуль и вызваться функциональность логина. В данном случае функциональность очень простая. Модул Login просто выводит алерт. Но, конечно, в реальности это может быть форма логина, что-то еще. То есть, задача универсальная. Прямо сейчас, если мы соберем это приложение, то, к сожалению, это не работает. То есть, вот App.js-сборка. И мы видим, что в ней как шапка, так и оба наших модуля. Дело в том, что Webpack анализирует наш файл, и если он видит Require, то он включает его в сборку, то есть он по умолчанию не понимает, что этот модуль Require может понадобиться когда-нибудь потом. Для того, чтобы дать Webpack'у понять, что этот модуль необходимо выделить отдельно, есть два основных способа. Первый способ. Это Webpack'овская функция Require.Insure. Она получает первым аргументом массив с одним или несколькими модулями. Ну, в данном случае один, можно и больше. Webpack'ов сгенерирует из них отдельный файл, отдельный фрагмент сборки. И при запуске приложения, если выполнение пройдет сюда, то он динамически подгрузит вот эти вот модули, то есть фрагмент сборки с ними, и вызовет вот этот вот callback. И в callback'е уже гарантированно мы сможем эти модули подключить. Альтернатива этому способу — это AMD Syntexis. То есть, видите, чуть по-другому. Require обычная. Получает массив с модулями и вторым аргументом callback. Тоже модули станут отдельным фрагментом сборки, но при этом в эту функцию попадает их экспорт. То есть, результат RequireLogin, который в предыдущем способе нужно было вызывать явно. AMD Syntexis, хоть и по виду короче, на самом деле чуть-чуть уступает RequireInsure. У RequireInsure есть одна интересная возможность, которую мы посмотрим позже. И из-за того, что RequireInsure вроде как помощнее, мы в дальнейшем будем использовать именно его. Что ж, давайте запустим сборку. Для нее у меня будет такой небольшой конфиг. Очень простой, видите, одна EntryApp. Единственное, замечу, что в Output нужно указать не только Path, путь на диске, куда записывать файлы, не только FileName, шаблон для имен файлов, но и PublicPath. PublicPath указывает, как из интернета получить наши файлы. То есть, в данном случае у меня слэш. Это означает, что URL для App.js будет вот такой. А если бы, например, у меня Public имело внутри директорию JS, и у меня джаваскрипты лежали бы здесь. То есть, вот так вот. А при этом корневой директорией веб-сервера по-прежнему является Public, тогда, чтобы достучаться до App.js, понадобилось бы slash.js slash.app. Соответственно, в PublicPath нужно было бы написать slash.js. И, наконец, если предположить, что статик файла я отдаю не с основного сервера, а с дополнительного или с CDN, тогда путь здесь мог бы быть таким. То есть, PublicPath – это интернет-путь к нашей сборке. В данном случае, веб-пэк обязан его знать, потому что подгружает отдельные скрипты, он будет динамически. Заметим, что в конце PublicPath обязательно должен быть slash. Очень легко забыть, а без этого работать не будет. Итак, запускаем сборочку. И мы видим, что у нас теперь не один, а целых два файла App.js и файл с эстрадным названием 1.1.js. Давайте на них посмотрим внимательнее. App.js – это основная точка входа, соответственно, мы там видим шапку. И дальше, если прокрутить, то во что превратилась App.js? Здесь, в исходном файле, у нас был RequireNsure, а в сборке у нас вместо RequireNsure находится вызов специальной веб-пэковской функции веб-пэк-рекуайр.е. Эту функцию можно посмотреть выше. Вот она, вот. То есть она, как видно, осуществляет динамическую подгрузку при помощи тега скрипт. Соответственно, после того, как модуль с идентификатором 1 подгружен, очевидно, что оно вызовет коллбэк и этот модуль уже есть. Его можно отрекварить. Давайте посмотрим в действии. Вот страница. Я ее сейчас перезагружаю. И мы видим, что загрузился App.js и HTML. Теперь жму Login. О! Видите, подгрузился как раз этот вот кусочек и вызвался. То есть все работает, как задумано. Вот посмотрим, что такое 1.1. А это просто модуль. Итак, как мы увидели, веб-пэк берет и динамическую сборку, и подгрузку целиком на себя. То есть Require Ensure, во-первых, говорит ему выделить это в отдельный файлик. Вот он. А во-вторых, в сборке в этом месте находят динамическая подгрузка этого файла. Вот она. Еще небольшой нюанс. В Require Ensure в квадратных скобках можно ничего не ставить. Дело в том, что когда веб-пэк видит Require Ensure, то он анализирует содержимое коллбэка, и все Require, которые находятся тут, он как бы автоматически помещает вот сюда. То есть Require Ensure с квадратными скобками сработает совершенно так же. Оно по содержимому коллбэка поймет, что нужен вот этот вот Require модуль. И сборка будет аналогичной.